Видео подготовлено сайтом online.gdz.net Выполним упражнение номер 26 на странице 20 Рассмотрите рисунки, назовите сказки На первом рисунке мы видим иллюстрацию к сказке «Конек-корбунок» На втором рисунке иллюстрация из сказки «Малыш и Карлсон» И последняя иллюстрация Это сказка «Красная шапочка» Составьте по любому рисунку Сначала нераспространенное предложение Затем распространенное Запишите эти предложения Итак, давайте посмотрим еще раз на первый рисунок И по нему составим сначала нераспространенное предложение Вот такое «Конек скачет» Запишем его, начиная с заглавной буквы «Конек скачет» А теперь давайте это предложение распространим То есть добавим к нему второстепенные члены И у нас получится, например, вот так «Конек быстро скачет по полю» Запишем это предложение «Конек быстро скачет по полю» Предложение закончено Теперь давайте точно так же составим два предложения по второму рисунку Сначала нераспространенное Предложение будет таким «Карлсон прилетел» Запишем это предложение, начиная с заглавной буквы «Карлсон прилетел» Ставим точку А теперь это предложение распространим И у нас получится так «Карлсон прилетел к малышу за вареньем» Записываем это предложение «Карлсон прилетел к малышу за вареньем» Ставим точку Смотрим на следующий рисунок И по нему составляем предложение Предложение такое «Волк стоит» Записываем его, начиная с заглавной буквы «Волк стоит» Ставим точку А теперь это предложение распространим У нас получается «Волк стоит рядом с красной шапочкой» Записываем это предложение «Волк стоит рядом с» Раздельно С большой буквы «Красной» С большой буквы «Шапочкой» Предложение закончено Ставим точку Сравните предложения Какое из них наиболее полно передает мысль Давайте посмотрим на первое предложение «Конек скачет» И второе предложение «Конек быстро скачет по пулю» Конечно же второе предложение Распространенное предложение Наиболее полно передает мысль Какую роль выполняет каждый из второстепенных членов В распространенном предложении? Ну вот допустим Давайте посмотрим опять-таки На вот это распространенное предложение «Конек быстро скачет по пулю» Быстро То есть нам понятно Что он скачет не медленно Не средним ходом А быстро скачет Где скачет? По пулю Может быть он по дороге скачет Поэтому здесь поясняется Сказуемое Второстепенные члены Служат для того, чтобы пояснять Главные члены предложения Если вам понравилось видео Смотрите остальные решения на нашем сайте Если есть вопросы, предложения или пожелания Подписывайтесь на наши группы в социальных сетях